Когда мы говорим о проблемах перевода, искусстве перевода, то непосредственно и часто вот видим перед собой конкретный текст в переложении на другой язык. И часто, когда читатель, в основном массовый читатель не знает языка, с которым все это переводилось, но просто видит, зрит перед собой другой мир, других людей, другие характеры. Когда? Только в том случае, если переводчик не знает просто язык, недостаточно хорошо знать язык, нужно знать культуру, связанную с этим языком, культурный код, чтобы найти определенный аналог, доступный и по возможности адекватный русскому восприятию, в данном случае русскому восприятию. Я помню, что в свое время, когда я еще не знал польского языка, но много читал о иностранных писателях, в том числе о жеромском, польском писателе, о котором у меня сложилось впечатление на основании русской критики, что он играл в польской литературе роль, подобную той, которую играл его современник Горький в русской литературе. И вот вышел четырехтомник сочинения Жеромского на русском языке. Я его проглотил, все более и более принуждая себя прочесть все. И я не понял, почему он был так знаменит, почему он занимал такую высокую позицию, я не говорю о воззрениях, о нем как художники. До меня это не дошло. И только когда я изучил польский язык и прочел его в оригинале, он стал для меня одним из самых моих любимых писателей с точки зрения языка, стиля, ритмики. Все это исчезло в русских переводах, не говоря уже о определенных чисто польских аспектах. Речь шла о психологии, решила о определенных событиях, попелом. Но там исчезает польский аспект. И, к сожалению, сама драма, трагедия, история поляков, отраженная в этом романе, увы, исчезает. То есть, какое значение имеет, помимо знания языка, в данном случае, знание культуры, истории другого народа. И, обращаясь к этим проблемам, перевод – это не конкретный факт, конкретное явление, появившееся в другой литературе. Перевод появляется вместе с литературой. Я имею в виду, как начиналась литература в нашей цивилизации. Она начиналась на пустом месте, вместе с христианством, вместе с христианской цивилизацией, вместе с распространением нового представления о мире. Она не сводится просто к вероучениям. Не забываем, что за вероучением, как таковым, скрывалось новое мировосприятие. И это мировосприятие отражалось в текстах, в литературных текстах. Проблема языка вплоть до эпохи Возрождения литература распространялась через институты церкви, но на сакральных языках. Это был древнееврейский язык, древнегреческий, латинский. И с 8 века появляется церковно-славянский язык, который был вот этим языком славянского универсума. И в данном случае, ну мало того, один факт парадоксальный, что нужно было освоить во всем этом европейском пространстве, которое возникало уже как целостность. Целостность цивилизационная, целостность культурная, потому что до христианства это было пространство населенное разными племенами, о народах даже еще трудно говорить, разными племенами, разные наречия. И отсюда взаимоотчуждение и проблемы чуждости вообще. То есть Европа не существовала в нашем понимании, как определенный тип цивилизации. И для греков отсюда идет наша культура, европеизм. Это было понятие географическое. И вот только с распространением нового вероучения, которое давало новое мировосприятие через тексты, новое мировосприятие возникает понятие Европы как определенной культурной целостности, составляющей в данном случае и определенную цивилизацию. И первое, для нас парадоксальное. Для отдельных народностей нужно было освоить чужой язык, чтобы потом создавать свой и писать на своем. Внешне парадоксально, но в сущности, если мы конкретно исторически подходим, к каждому этапу нашего прошлого нужно подходить конкретно. Если не было литературы, не было письменности, своей письменности, я имею в виду все народы Европы, не народы, народности, то, мало того, что обращаются к лексике своей, но помимо лексики, я как порядочить ту лексику, письменный язык и язык разговорный, отнюдь не одно и то же, от древнейших времен до наших дней. И именно универсальные языки, это латынь для римско-католической Европы, церковно-славянский для православной части Европы, давал образцы грамматические, устной речи, риторики, письменной речи, поэтики. То есть это было уже обобщено, и существовали определенные концепции, учебники выражались современным языком поэтики и риторики. Жанры, а каждый жанр имеет определенную тематику, скажем так, обращаясь к современности, жанры лирики и жанры романа, совершенно разные тематики, в данном случае я просто популяризирую, о чем идет речь. То есть вместе с этим универсальным языком приходило то, что мы называем литературной культурой. Первоначально на универсальных языках, универсальных языках, которые были отражением универсального мировидения. И отсюда мы должны осознавать, пытаться, по крайней мере, осознать, что от дальнейших времен до наших дней перевод как феномен имеет двуединую сущность. То есть, с одной стороны, универсальную, о чем я только что говорил, и национальную, местную. Потому что именно универсальность на первых этапах породила вот эту локальность, народность, переход к своему языку и более того, упорядочению своего языка, то есть своего разговорного языка. Мало того, что разговорный язык, но это язык не был целостным в рамках определенного пространства, населенного близкими племенами, скажем так, славянскими племенами на территории нынешней Польши, были местные племенные отличия, которые до сих пор, кстати, существуют не так резко, как когда-то. Региональные отличия языковые в разговорной речи сохраняются до сих пор и в Польше, и в России. Так вот, нужно было подняться над регионализмами, исходя из наших нынешних представлений, одновременно ощущая вот эту близость внутренней дифференциации этого региона, чтобы создать нечто, вот этот общий язык, как норму, как норму для всех, норму культуры, норму культурного общения. И государство, когда начинается объединение племен, государство, оно не может существовать вне языка, опять же, так вот, этим языком должно было воспользоваться государство и поддерживать распространение этого языка, не говоря уже о церкви. Церкви Кощев в Польше, то есть, я имею в виду церковь, ну, в русском понимании, католическую и православную. Тем самым, развитие литературы вплоть до эпохи просвещения, извините, возрождения, 15-16 века, это, вот это двуединые процессы, мы не должны это разделить и противопоставлять. А вот чужой язык, а часто это вплоть до учебников проникало, чужой язык, латынь, борьба за народный язык, какая борьба, это была не борьба, это учеба, это было освоение, трансляцию, было такое понятие, трансляцию студия, то есть, передача, латинский термин, передача, вот то, о чем я говорил, от формы до содержания, от центра, которым для, после разделения церквей в 1054 году, следует на внутренней деференциации культур, на католичество и православие, вот этот центр, Рим и Византия, и распространяли в пределах своей компетенции, своей власти, церковной власти, вот эти каноны, вместе с распространением христианства. Христианство равнялось культуре, тем временем, поэтому без языка не нужно было ограничивать, церковности, чуждости, опять-таки, которая до сих пор борьба с засилием чужого языка. Чужой язык был, чужой язык был, школой, учебой для тех, кто потом переходил на родной язык. И отсюда два центра, опять-таки, проблема универсального и, условно говоря, национального, местного, регионального. Первоначально Рим, Византия, а с этим связаны судьбы переводов, переводов на язык, в данном случае, конфессии. Так, либо латынь, либо для славянского мира, Византия – это греческий язык, и греческого для славянского мира церковно-славянский язык. С другой стороны, мы имеем дело, если берем в категориях времени большой длительности, это понятие, введенное Фернандом Броделем, школа аналов, французская, время большой длительности, вот в таком-то году начиналась литература на родном языке. Отнюдь, это был именно процесс, длительный процесс, не только в каждом из регионов, латинский регион или православный регион, или византийский, нет, речь идет также о отдельных, внутри, условно говоря, национальных литератур, которые возникают внутри государства. Внутри государства. И отсюда, по мере местного развития, теперь уже местного развития, универсальной литературы на универсальных языках начинают возникать, местные варианты, не могут не возникать, потому что они связаны с местными потребностями церкви и государства. Потребностям в широком смысле слова, не только политическими, скрепляющими разрозненные племена, но и культурными, возближает прежде всего культура. Невозможно соединить огнем и мечом. Мы помним, чем это кончалось, и как это обретало длительный процесс, когда силой насаждалась другая вера, другая культура, я опять говорю о древности, хотя это имеет отношение и к нынешним временам. Но в чем величие князя Владимира, который признан русской православной церкви, грамматное пространство, так называемая Киевская, Новгородская Русь, это не историческое название. В летописи временных лет это называется русская земля. Для русских и поляков опять-таки русская это не значит российская. Русь, древняя Русь, Русь и Россия, это тут неадекватное понятие. Русская земля. Вот все объединения, попытки мечом, типичные для того времени, путем завоеваний, не создавали единое сплоченное государство. В чем величие Владимира, я за Владимира, который начинал и был типичным язычником, он обратился к опыту соседей. Опять-таки, каждое государство, каждый народ не развивается в изоляции. Когда наступает изоляция, это деревность по сей день, начинается деградация. Владимир обратил внимание на византийское государство, на Римскую, священную Римскую империю и соседям, непосредственно соседям, а именно Хазарский Каганат, который, которым, кстати, Русь до династии Рюриковичей подчинил себе Русь, и схватила Каганатову, дань. И Волжская Булгария. Булгария это средняя Волга, откуда, кстати, часть этих племен перешла в завоевываю пространство на территорию нынешней Болгарии. Отсюда название Болгарии именно от этих тюркских победителей, которые меньшинство, но которые правили, которые растворились опять времен большой длительности славянской стихии, которую они организовывали и соединяли. В чем сила этих государств? Вера, это же общая культура, вера, и не в этом заключе связаны не эти местные религии поганские так можно польские, языческие. Это многобожие. Но одно единое государство, единый вождь, предводитель, но нужен объединяющий начало, целостное представление о мироздании. И те сильные государства, которые я только что упомянул, это были монотеистические государства. То есть, с одной стороны христианские, с другой стороны ислам, и хазарский каганат, это феномен иудаизма. Хотя они не были евреями. Они приняли этот иудаизм как еще раньше, объединяющий веру на попу. Это была лекция истории и политики для Владимира, который решил через крестьянизацию объединять вот это громадное пространство. Руси, кстати, громадное и многоэтничное, потому что это Киевская Новгородская Русь, это позднейшее название русских историков 19 века, отнюдь не была, чисто славянская. Ну, не будем углубляться у нас ограниченность во времени. То есть, объединяем веру одного Бога и с этим связанная определенная концепция мировидения, выражаясь своим языком религиозным мировидения другого тогда и Будем И вот вместе с принятием христианства на Руси, которое было объединяющим началом культурно в головах нужно было осознать общность а не мечом и огнем. И начиналась история русской государственности, русской и российской. Я говорю о Руси по-прежнему. Но как распространять Владимир создает школу школы где получаются грамоти и не только грамоти но вот этим текстом которые были текстами не только религии но и культуры отсюда перевод на церковье славянское с греческого в данном случае из ремногреческого опять-таки перевод и на нашем пространстве я имею ввиду православное православное славянство это было не только новое мышление новая культура связанная с новой верой это было искусство письма искусство словесности опять перевод был в центре отсюда в школах изучали древнегреческий с которого переводелись на церковно-славянское отсюда изучение церковно-славянского не древнегреческого исключало понятие создания перевод вот это трансляция студии изначально во всей Европе во всех наших странах вот это единство универсального и местного национального причем вот этот процесс о котором я говорил не был единовременным я имею ввиду христианское пространство христианскую к цивилизации и единым отсюда особенности историко-культурно связанные с уровнем развития отдельных племен народов и местного традиции в православном славянстве я имею ввиду именно русское православие того периода не опять-таки каждый раз когда говорю русское потом то не раз не русское православие русско-славянское православие характеризовалось такой истовостью то есть сакрализировалось все сакрализировался текст буквы а сам акт писания потому что это мотивация от Бога сакрализация книг сакрализация храма сама постройка это уже было нечто сакральное а не просто архитектура не просто постройка всеобъемлющая сакрализация всего связанного с этой новой культурой религия равна с культурой этим кстати русское православие древнерусское православие отличалось от греческого откуда это пришло там не было вот такой глобальной сакрализации и русские пилигримы которые попадали в византию они удивлялись как это себя вели в этих храмах разговаривали общались ну были достаточно раскованными вот то есть это было немыслимо для русского варианта православия древнерусского варианта православия назовем это отсюда мы можем понять концепцию перевода в отличие от скажем литинского мира за хвили так скоро мы перейдем разница между распространением вот этого искусства перевода искусства слова у наших польских соседей и на Руси на Руси православной Польша Англическая Католическая все священо каждая буква священа текст предложенного отсюда ничего нельзя изменять при переводе с греческого на церковь славянская и отсюда концепция пословного перевода проблема это потом аукнулась реформа Никона 17 века этот пословный перевод не мог адекватно в определенных случаях в множестве случаях передать суть оригинала древнегреческой тем более что на Руси того времени а еще дальше длительного времени ни теологии как таковой как без теологии это понятно ни глубоких познаний в филологических в данном случае того языка которые переводились не говоря уже о культурном различии скажем переводились тексты с греческого на тексты касающиеся древнееврейского мира начиная от ветхого и нового завета совсем другой мир то есть не было адекватного культурного понимания отсюда этот пословный перевод не мог производить воспроизводить изначальную суть еще один аспект известный польский историк который занимался проблемами цивилизации фэрикс конечная польский коллег знаком кузнам был выдаван ровно по трансформации устроевой за цесло по рель не был выдаван в своей истории руси руси россия руси и россия это первое издание 1917 год потом эта вещь пересдавалась в том числе уже в наши времена после пнр писал что еще в 11 веке Киев условно метафор Киев как центр руси был на несравненно более высоком уровне культуры я перевожу недословно но суть почти адекватно в данном случае излагаю суть его был неизмеримо выше чем Крак в 11 веке отсюда почему такая констатация церковно-славянский язык был близок и понятен в силу своей сути помните Кирилл и Мефодий создавали этот язык на основе славянских говоров в Солумии он был также понятен как в Италии была понятна Латвия на западе в отличие от древней Руси как я сказал элита аристократии не очень-то так угодно мудрость интересовалась этой грамотностью это было рыцари это были вожди потому что в Владимире были школы вначале только для мальчиков но потом и для девочек и а это византийская традиция византии которая была непосредственно географически даже непосредственно продолжательницей древнеримской традиции римской культуры поэтому в Византии так же в Риме человек не обладающий грамотой считался чем-то на уровне раба по своему уровню в отличие от западной культуры и вот эта часть всеобщей грамотности византийская тут перешла и на Руси отсюда распространенность школ начиная от Владимира и изучение церковно-славянского языка близкого и понятного различным славянским племенам на громадном пространстве киевского государства но и вот тут но с одной стороны плюс в мире очень мало вещей однозначны с одной стороны я говорил о плюсах а с другой стороны сейчас буду говорить о минусах а именно я вам не мешаю извините я вам не мешаю общаться нет ну вы же не обязательно тут сидите слушайте честно что я интересуюсь тем чем я интересуюсь итак если речь идет об этих материях русская церковь в отличие от византийской русская православная церковь опять-таки подчеркиваю каждый раз не российская русская древняя русская речь идет о киевской многородской руси естественно переводила и распространяла трансляцию студии о чем мы говорим в только то что ей было нужно для ее местных потребностей отсюда богатейшая литература византии которая впитала в себя то и было продолжением язык оставался тот же самый древнегреческий античность греческая античность театр саму школу культуры а именно поэтики риторики светские поэтики риторики светские но они были общие и для учения письма единое и для церкви и для художественных литератур но все это оставалось вне потребности прагматики русской православной церкви отсюда с одной стороны вот то что констатировал Ферикс конечно а с другой стороны предотвращение большой длительности развитие культуры христианской культуры вместе с христианскими верами в Польше как и вообще на западе было первоначально по сравнению с этапами и динамикой киевской России более заметно но это качество постепенно нарастало в связи с тем что там языком религии была латынь а благодаря этому распространяются памятники античности богатейшее наследие греко-римской античности включая художественную литературу античности тогда как пределы киевской руси в силу потребностей церкви в силу потребностей церкви не было вообще в отличие от византии нужно учитывать этот парадокс поэтому однозначность одномерность искусства перевода о котором я уже говорил киевской мира в том числе в Польшу и тут мы имеем колоссальные различия после 11 века постепенно это нарастало между культурами православного мира я имею ввиду славянного православного мира и Польши примером может служить вот этот процесс постепенного выхода в каждой из литератур православной в том случае можно говорить письменности скажем литературе но в должном понимании этого слова за пределы вот того что пришло трансляция в студии пришло благодаря усилиям это не был процесс непродуманный это задуманный процесс распространения переводов распространения новой культуры отсюда роль переводов повторяю что это не было интуиция это не было воодушевление это не было стремление развиваться нет это был продуманный культурно культурный процесс и отсюда Первые попытки приспособления, условно говоря, приспособления текстов, возникающих уже на территории Киевской Руси, к проблемам понимания необходимости Киевского государства и, естественно, народонаселения. И вот первое, что просматривается из таких проявлений своего, кстати, на языке универсальном, это был не национальный язык церковнославянский, он был понятным. Опять-таки, мы должны учитывать неразрывность универсального и национального. Проблемы актуальны до сих пор, когда одно противопоставляется другому. В результате возникает национализм с однаком минус, то есть шовинизм, собственно говоря, и самоограничение культурного мышления. Так вот, я имею в виду, вот первое, известно, многое, ведь погибло, особенно после татарно-моргольского нашествия, «Слово о законе и благодати» – это киевского митрополита Иллариона, XI век. Это своего рода начальный этап авторского своеобразия, когда в системе организации текста, сюжетной организации текста, это была проповедь, приемы для отображения актуальных мотивов и проблем, связанных с вероучением и потребностями Руси, киевской Руси, в слове, выраженной в слове. А как выглядело вот подобное? Это начало, можно сказать, начало своеобразия. Скудное. До нас многое не дошло, повторяю, многое сгорело, уничтожилось во время монгол-тарского нашествия. Но весьма ограниченное в силу того, о чем я вам говорил, как воспринималась письменность литературы на Руси, и как она воспринималась на Западе. Иной пример. Славия латины, то есть славия ортодокса. Православные славяне, славия латины, латинский мир. В том случае я ограничиваюсь только славянским миром и нашими польскими соседями. Хроника Галла Аномы. То есть, это чуть позже. Иларион на это. Вклюзивно около 1112-1117 года было написано. И вот этот текст нужно рассматривать как своего рода маточник, источник польской литературы. Но польская литература на латыни. Польской, в силу его погруженности в польскую проблему, в польскую специфику, в польское политическое сознание. Я имею в виду польское государственное сознание. Историю. Прошлое и то, что происходило уже на глазах самого автора. Что мы тут видим с точки зрения чисто литературного. Это следование универсальным делатинского мира правилам поэтики и риторики. Почему и риторики? Потому что текст был предназначен на Западе также для громкого чтения. А тут арс диктанти. Отсюда отражение в тексте правил поэтики и риторики. Это великое наследие античного Рима, античной культуры, христианской Европы. А тут и христианская культура. Фрагменты в зависимости от... Мы уже говорили, что каждый жанр имеет свои особенности. Тут фрагменты, хроники, фрагменты. И историческое повествование. Это один жанр. В зависимости от темы, которой занимается автор. И определенный авторский полет, когда история не всегда осознавалась или отличалась от устных традиций или литературных фабул. Так что тут мы имеем в виду и знания романов, рыцарских романов западных, перенесенных в польский ряд реалий, и, наконец, знания поэзии. Некоторые фрагменты, поэтические фрагменты были написаны силабическим, восьми слугами, тринадцатым слугами, стихом. Леонинский стих, так называемый, сочетание прозы и поэзии. Отсюда, собственно, художественное... В данном случае мы так абстрагируемся от специфики культурно-религиозного. Обращаем внимание на художественный аспект, входящий в ограниченную боготую специфику. Тут мы видим, собственно, то, что нас интересует, собственно, художественное развитие мышления отраженного языка. Мышление отраженного языка. А это было как раз связано с иной образованностью, типом образованности автора. И отсюда широтой его представлений, литературных представлений, а как отобразить то, что во мне, вот этих литературных представлений, формального, иначе говоря, воспроизведения всего внешнего, внешнего мира. И еще один аспект. Почему фотохроника на чужом языке, чужом, в кавычках, потому что, повторяю, сохраненные языки стали, будучи универсальными, стали одновременно и своими для отдельных государств, отдельных народностей, в данном случае латинского мира. Хроника насыщена, в силу самослуживания, насыщена польской проблематикой, польскими идеями, понимаете, патрия, родина. И вот тут мы к чему мы можем относить это, во-первых, памятникам польской литературы на латинском языке, и так, как и на Западе. Часть литературы до эпохи Возрождения была исключительно, или в основном польскоязычной. Именно в силу реинтерпретации вот этого внешнего мира, понятия патриа, понятия патриотизма отсюда, понятия привязанности уже к местной государственной специфике, но, опять-таки, неразрывно. Как части этого христианского мира, в данном случае, западно-христианского мира. Опять-таки, единство, культурное единство, второе, религия, равенство, культура в те времена. Единство. Вот это универсальное и единство, условно говоря, национального. О нации говорить рано еще, но в русском языке нет другого пролагательного, в отличие от польского, скажем так. Поэтому я условно пользуюсь этим понятием национального, донационального периода истории страны. Итак, вот этот аспект присутствия в латиноязычии своей литературы, свойскости, назовем это так, своих мотивов, естественно, все более и более укоренялся и развивался. потому что существовало местное, христианское, но местное, этническое самосознание, которое получало отражение и в литературе. И расцвет литературы, мы на самом одном языке неразрывно связан. Опять-таки, абстрагируемся, это и в польской литературе было одно время. Борьба, как я уже сказал, за национальный язык, борьба, за Сильева. Пример Кахановского, 16-й век, это крупнейший поэт славянского возрождения. В России эпохи возрождения не было. Если что-то в славянском мире, это эпоха возрождения, аналогичная с западным, часть западноевропейского, часть итальянского возрождения. Было только в Польше и в Хорватии. Так вот, крупнейший поэт окончил, естественно, итальянские университеты. Он создал модель польского литературного языка, аналогичную той, которую нас создал Пушкин. Вот эти различия, хронологические различия, те, может быть, почему разные пути развития. Не будем противопоставлять одно другому. Можем только сопоставлять и понимать, почему так произошло. И, кстати, Толченко Тахановский про повод этой борьбы с заселем латиноязычи. Он писал также на латинском языке. И его латиноязычная поэзия была не менее ренессансна, чем его поэзия на уже родном языке. он создал канон. Это не значит, что он первый стал писать на польском языке, на родном языке. Он просто создал, как Пушкин, не первый русский поэт, который писал на русском языке, создал определенный канон. Не только стиль, лексика, язык, поэтическая экспрессия. Вот это полный аналог у Яна Тихановского. Но он первый начинал. Отцом польской литературы считается писатель начала 16 века Миколай Рей, который изрек, что поляки не гусины, а свой язык имеют. И начал писать это язык очень корявый. Он начинал. Корявый, простецкий язык, по всей видимости, недостаточно поднятый, отторванный от языка разговорного, то есть среды, шлахетской среды, из которой происходил сам Рей. Кстати, апропор перевода, русского перевода, то есть поляцы не генщи свой язык имеем. Так вот часто переводится поляки не гуси, а свой язык имеют. О нем генщи в данном случае не гуси прилагательные, не гусиный, а свой язык имеют. Не гогочут, поэтому свой язык, и поэтому будем писать на своем языке. и поканусь довел до совершенства то, что условно представлял отец польской литературы Мико Вей. Еще в связи с этим роль перевода. в ренессансно-борочные времена появляются личности личностного самопонимания и личностного отношения к реальности. Отсюда автор переводов, переводчики ощущали себя, они переводят текст, передают текст чужой, другая страна, другой язык, уже переводят с национальных языков других стран, не только с латыни, прежде всего с латыни. Но у нас иначе, мы несколько иначе это воспринимаем, несколько иначе это понимаем, те же самые вопросы речь идет о художественной литературе. И в этот период переводчик вторичек индивидуального начала нельзя отрывать понятие перевода и личности переводчика. А самим значением это личность во все времена и их те уже мы это наблюдаем. Переводчик становится сотворцом. Сотворцом текста. Чужого текста. текста. это мы видим уже у Кахановского. Его перевод Давидовой псалтерии это это уже звучало по польски не с точки зрения языкового а с точки зрения восприятия вот этого ветхозаветного текста. Таким образом древнеиудейский текст ветхий завет обретает сугубо местное в данном случае этническое национальное польское измечение текст который я уже сказал Кахановский измечает как для нас Пушкин существует и сейчас в культурном сознании художественных людей просто культурно не должен а просто по сути своей осваивает также и текст в псалтере вот тут это сотворчество поляка с великой в данном случае вообще европейская потому что ветхие Новые Заветы даже стали одни из основ христианской цивилизации он предает этому польское звучание это сотворчество и пример этого сотворчества а в данном случае еще воздействие польской литературы на восточно-славянский мир вообще трудно подставить себе развитие любое развитие в данном случае будем говорить хорошо только о развитии литературы вне ее самой национальной литературы вот до этого я уже вам говорил проблему универсального и национального изначально у истоков у генезиса европейской литературы и возникающих из нее отдельных литератур латиноязычных или церковно-славянском языке но в силу особенностей древнерусского православия отсюда древнерусской письменности отсюда письменность ровно-славянская культура Россия задержит Россию Русь а в ближайшей перспективе и Россия уже и Россия в 16 век по сравнению с западом оказалась на уровне своего средневековья в данном случае когда я говорю средневековья во-первых я отношусь к тем, кто пишет средневековье с большой буквы потому что это название эпохи и отнюх не уничижительного которое обрело такой смысл в ренессансные времена но каждое новое отвергает старое я уже до этого говорил в мерцах возможности о том что дало средневековье средневековье созданную Европу не говоря уже о Европе как цивилизации поэтому нужно не осовременивать наш подход близко нам это или нет конечно это далеко но далеко от нас но культурно с точки зрения наших представлений о мире это должно быть частью наших представлений так вот в России в силу вот тех причин что я вскоре вспоминал здесь переводом кстати было свое затянувшееся средневековье затянувшееся средневековье и культура это было в руках церкви отсюда это еще затягивание со временем русской православной церкви но потребности государства уже российского государства скажем так с конца 15-го века 16-го века сейчас уже говорю и России требовали выйти из своей такого рода самоизоляции в отношении остальной части крестьянской Европы потому что Россия крупнейшая с конца 15-16 века становится одним из крупнейших государств она выходит на уровень европейской политической жизни отсюда необходимо для правящей элиты осваивать современные культурные представления чтобы культурно вести политику но этого мало а современная армия возможно же была современная российская армия без того уровня технического развития которым обладала западноевропейская армия не говоря уже о тактике и стратегии поэтому это государство сохраняя канону вот этого традиционного православия в то же время вопреки вводило вот это новшество в культурное техническое пространство России это был медленный процесс существенно развивавшийся в 17 веке при Алексею Михайловича царя Петра сейчас мы говорим Петр очень красиво звучит прорубил окно в Европу Петр не прорубил окно в Европу если мы внимательно посмотрим на культуру России конца 16-го сутки 17 века особенно при правлении Алексея Михайловича то есть его отца Петр открыл настиж это окно окно было открыл настиж это окно и варварскими методами революционными методами варварскими но он насаждал вот эту новую культуру новое мировосприятие новый быт в России и раньше да колоссальное воздействие тут имели польские воздействия соседние государства с которыми и дружили и воевали но помимо польских воздействий польские воздействия культурные воздействия технические воздействия научные воздействия шли помимо пока до сих пор я говорю у меня в Польше вообще взаимосвязи стран помимо политики вся Буслава в общем с точки зрения вот этого развития является культура в широком понимании этого слова поэтому это вспомним и регулярная армия создаваемая по задным образцам и артиллерия и приглашение западных ученых лекарей архитекторов а кто построил Кремль нынешний который мы видим обращаясь к русским айк поляк стены Кремля слушай итальянцы это североитальянский ренессанс который сохранился здесь у нас и сохранился в северном это было естественно но вот посредничество это один из ярких примеров но посредничество колоссальное помимо непосредственно Польши Запада потому что так же приезжали и представители различных наук Запада были собратья по этногенезу русские собратья по этногенезу украинцы и белорусы то есть тогда еще не было этого понятия я условно подогреваю понятия украинцы и белорусы но вот эти народы которые формировались как украинцы и белорусы почему я думаю что эти земли украинско-белорусские земли условно которые украинско-белорусские земли были в составе Речи Посполитой этой народности сохраняли свою веру поэтому по вере своей они оставались близки русскому православию русскому государственному православию будучи в составе Речи Посполитой они не были отделены государственными границами а вспомним в 16 веке за переход нелегальный переход государственной границы в Московии как называлось московское государство Московия московитой грозило смертной крайне не было этих границ вот сохраняя свою веру свою культуру свою письменность религиозную письменность эти народы будущие украинцы и белорусы они в то же время не отграниченные искусственно политическими границами от польскости они воспринимали эту западноевропейскую культуру в ее польском варианте почему западноевропейская культура потому что не забываем образование в руках церкви костер западной церкви центры это вели монашеские ордена но это была универсальная организация монашеские ордена программы польских учебных заведений так как и всех других учебных заведений вплоть до 18 века всего запада они были в руках церкви и по уровню своему ничем не отличались была ли это Франция или была ли это Польша одиннадцатый второй поляки учились в западных университетах чуть ли не с раннего средневековья у нас есть отрочные сведения вот я упомянул уже что тахановских воспитанников итальянских университетов 16 век рассвет шлахетской демократии более 60% сенаторов сохранились сведения были воспитанниками итальянских университетов это уровень культуры но когда я сказал мы говорим и пишем поляки учились в западных университетах особенно в Франции позднее в Бермании и Франции этот этноним заменялся понятием политической принадлежности то есть граждане речи поспорят польской речи поспорят поэтому то среди польских студенческих организаций в за рубежом особенно в Италии поляки поляки назывались так назывались русины то есть украинцы и белорусы будущие украинцы и белорусы которые как граждане речи поспорятой имели возможность учиться в западных университетах далее будучи православными они могли учиться и учились в католических учебных заведениях в самой Польше начальное и среднее образование и одним из представителей то есть у них уже аж учились это современные представления ограничимся до наших литературы и искусств хотя там была теология и вообще знания не только теология как таковая отнюдь и языки поэтому это были люди европейски образованные отсюда вспомним кто создал в эту современную школу русской литературы русской поэзии в 17 веке то есть это уже была не та традиция затянувшегося средневековья она в ламне этих изменений которым эволюционно способствовал царь Алексей Михайлович а позднее это превратил как я уже сказал в варварскую революцию введения западной Европы на территорию России но мы говорим в 18 веке царство Алексея Михайловича кто был создателем русского барокко русский барочный школ поэзии ну русские студенты что конечно 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 Семен Полоцкий белорус который имел не только православное образование но иезуитское образование будучи сохраняя свою веру свое православие он создавал уже в стиле новейших литературных тенденций которые на западе в это время и в Польше с конца в 16 веке было барокко и вот эти барочные веяния он привнес в Россию он приехал в Москву и работал уже в Москве кстати интересный факт распространение польских веяний в данном случае польских которые таили в себе западные европейские в России в то время не ограничивались сферой высокой культуры советский исследователь Позднеев собрал свыше 500 рукописей 17-18 веков это территория Украина Украина Белоруссия и Россия нынешняя Украина Белоруссия нынешняя Россия то есть это песни по басенке в основном песен на искусство и феномен который потом зафиксировал потом до Позднеев до советских времен Позднеев работал в 60-е 70-е годы подтвердил не подтвердил а запечатлен Семен Полоцкий все эти рукописные записи простых людей вот этих песен по басену естественно на русском языке уже того времени старо русском языке своего времени но масса слов и целые предложения воспроизводили польские слова польское звучание искаженном виде потому что не все не все не все переписчик вернее на слух многое воспроизводили понимал но он воспроизводил так как это звучало а мы знаем историю Польши мы знаем хотя бы 1612 год так называемый вот почему я говорю так называемый откуда появились поляки когда мы внимательно читаем Ключевского идеологические измышления не забываем что их пригласила дума боярская дума а потом все это переродилось в то во что переродилось в русскую смуту и когда Жулкевский уезжал несогласный с политикой он был главе польских войск в Москве его с плачем провожали представители думы русских ну что он прекрасно понимал русские потребности и отстаивал польскую политику перед польским королем так что поляки были разные были с другой стороны были лесовчики так называемые это отряды Александра Лисовского бандиты которые грабили церкви так что все это было разное но откуда появились поляки читайте Ключевского и не только Ключевского собственно говоря так вот русские уже русские в русском понимании это слово поляки белорусы будущие поляки белорусы они были на этой территории своей исторической я уже сказал они непосредственно сочетались в своем восприятии с польской культурой но русские русские люди столкнулись непосредственно с поляками на своей территории и их привлекал этот ну свободный светский образ жизни их культура их песни танцы уже не связанные с насаждаемыми насажаем благочестием церковным благочестием ограничениями продолжающимися со времен средневековья семен полоцкий этот белорус приехавший создававший новую школу в Москву писал и когда я приехал в Москву близко к тексту цитирую по памяти на близко к тексту я удивился что тут многие в Москве что тут многие пели польские песни не понимая их но прельстившись их музыкальностью и их воздействие на чувства это свидетельство уже того что потом подтвердилось благодаря находкам находкам позднее таким образом опять таки вот мы переходим к проблемам культуры и культурных воздействий а в чем новизна еще была для русских барочных писателей для школы для школы Семена Полоцкого я уже говорил о специфике русского православия древнерусского то есть не российского древнерусского которая продолжалась и в России и уже постепенно отходила на второй план под воздействием государства особенно в времена Петра Первого вот это отношение абсолютизированное отношение к святости ко всему отсюда да и отсутствие художественной литературы изначально что на Руси переводилось отсюда вот эти образы античной литературы были просто запрещены как это языческие божества присутствуют в литературных текстах это же измена нашей вере нашему православию а что такое литература художественная литература от времен ренессанса до наших ренессанса я имею ввиду на территории той же Польши или Украины и Белоруссии это же образность это метафора но все это было под запретом и благодаря школе Семена Плотского вот эта античность античная образность стоит характерная для не только для ренессанса естественно и для барокко в другой реинкоприотации входят в русское сознание античные сюжеты античные божества ну что за античными сюжетами античным божеством это расширение русской культуры расширение представления об истоках об античности и все это отразилось в творчестве Семена Полоцкого в России и его учеников вот это сотворчество о котором я ранее упомянул вот это новое проявление искусства перевода и личности переводчика его уровня культуры в этом отношении для нас также с точки зрения уже не только польского а наши вот с точки зрения современной польской культуры то есть я имею до 17 века времена барокко в Польше а польская барокко в Польше кстати была известна и за пределами Польши определенный феномен является родственник является собой родственник Яна Кахановского Петр Кахановский который перевел знаменитую поэму Тасса его перевод это Гофрид или освобожденный Иерусалим и кстати освобожденный Иерусалим был издан в 1575 году издан в 1580 а произведение Петра Кахановского именно произведение Петра Кахановского я не оговорился хотя он как бы переводчик 1618 год небольшая хронологическая разница в появлении оригинала и в появлении польского варианта именно польского варианта в переложении Петра Кахановского естественно сохраняется это римско-католическое мироощущение связанное с идеей первого крестового похода это тема освобожденного Иерусалима Тарквата Тасса но сохраняя форму и стиль кстати Петр Кахановский вводит новый размер октаву октаву которая потом сделала такую карьеру в польской литературе и в 17 особенно в 18 веке во времена эпохи просвещения но в описании этих поединков схваток рыцарских поединков христианских рыцарей с арабским воинством восполняет их польскими мотивами и польским опытом а именно постоянными войнами речи посполитой с турками и крымскими татарами и появляются явно полонизируемые по отношению к Тарквату Тассу эпизоды борьбы с чужным миром с одной стороны это этика рыцарская этика насыщенная польскостью кстати шляхта создавшая свое государство не забываем о том что речь посполитой это сословная демократия демократия сословная и по идеалам для них был республиканский рим а этика рыцарская этика польское рыцарство было частью западноевропейского рыцарства в позднее средневековье и начальные этапы возрождения когда рыцарство постепенно отмирало и шляхта само название шляхты рыцарский народ мы шляхетский народ вне пределов которого была основная масса крестьянства мы народ мы создали свое государство мы рыцарское сословие отсюда вот это опять-таки нужно понимать эту польскую психологию польскую культуру чтобы понять и это переложение это трудно сказать просто перевод это переложение Петром Кахановским Тасса отсюда эта рыцарственность казалось бы западноевропейская да с точки зрения событий историй но в то же время насыщенной польскостью и польской трансформацией рыцарственности этот перевод переложения перевод Дефис переложения Кахановского опять роль перевода литературы стало эталоном для польской эпики последующего периода но он вошел в школьные поэтики и риторики кстати польские школы о которых я говорил до этого Прокопович конечно его великолепно знал и был одним из его учеников но мало того что этот освобожденный Иерусалим в варианте Петра Кахановского имя Петра Кахановского стал эталоном для польской литературы 17 века а украинский перевод ТАССА уже в конце украинский украиноязычный но будем иметь ввиду что украинский язык того времени это отнюдь не эталон созданный Тарасом Регорьевичем Шевченко ранняя стадия но вот украинский вариант появился в конце 17 века в начале 18 точно мы не знаем украинский перевод а чешский перевод 19 века был сделан с польского варианта Петра Кахановского вот роль перевода не оригинал итальянский а свой славянский свой славянский польский славянский вот роль перевода личности и таланта переводчика потому что если бы это был слабый не перевод а приложение мы не обратили бы на это внимание особенно позднейшие позднейшие художники слова позднейшие переводчики отсюда видите зыбкая грань в те времена вплоть до эпохи просвещения кстати включительно 18 век зыбкая грань отделяет перевод от собственного оригинального творчества которое свойственно к концу просвещения в течение 19 века нашему восприятию что такое оригинальное а что такое не оригинальное и не забываем какая роль уже придавалась развитию искусства перевода также со стороны государства ну например в польше и россия это уже эпоха раннего просвещения потом зрело просвещение 18 века в польше и россии создавали специальные институты организации государственные или частные меценатские которые способствовали развитию перевода и изданию переводов соответственно в россии и польше ну это вы найдете в истории русской литературы хорошо написано естественно посвященной русскому 18 века то есть какое значение имел перевод для ускоренного развития уже петровского начиная с петра вот это ускоренного развития русской культуры русского самосознания современного самосознания не покоящегося еще в средневековой традиции именно современного которому и стремился петр который мечтал о том чтобы создать российскую европе я цитирую петра российскую европе в этой связи кстати еще один новый аспект мы уже переходим к 19 20 веку в связи с развитием культуры и литературы уже общеевропейского масштаба когда уже образуется общеевропейский процесс процесс в истории литературы искусства культуры это общее направление название направлений отсюда стили вспомним хотя бы пример того же Пушкина какой он русский а в то же время вспомним стиль его прозы Пушкина еще в лице и назвали французом великолепно знал французский язык как свой собственный и по моему тынянов первый отметил что собственно говоря проза Пушкина это вот факт русского классицизма по образцу французского классицизма который имел воздействие по всей Европе в том числе в Польше кстати вот Пушкин создает русскую классицистическую прозу ну достаточно сравнить Пушкина сегодня посредственно предшественники да и многими современниками языки его прозы обратите на это внимание это русский образец французского классицизма который стал общий европейским образцом вот какое значение имеет знание другой культуры и искусство перевода и в этой связи мы же говорим о новом времени понятие авторизованного перевода и еще одного явления актуального и для наших дней когда представители нетитульных наций так понятно то есть ну скажем Россия русские титульная нация Австрия австрийцы немецкая культура титульная нация то есть я имею ввиду Австрия многонациональная включающая Балканы славянские народы я имею ввиду когда представители нетитульных наций переходят в творчество на языке титульных наций чтобы войти в культуру своего государства а титульная нация это носительница языка своего государства и одновременно в силу удельного веса назовем это так культуры своей государственной культуры в данном случае на языке своего государства становится известным пользуется определенным успехом а в связи с этим и подлежит переводу в других государствах в других национальных государствах и отсюда появление той тенденции которую мы знаем ну скажем так англоязычное творчество ирландских житландских писателей Вальтер Скотт характерный пример или творчество евреев на языках государств гражданами которых они являются опять прослеживается по сей день тоже по сей день творчество писателей бывших колоний на языках своих колонизаторов один характерный пример из славянского мира у нас достаточно хорошо я полагаю в сфере времени высокой культуры известен Юзеф Коженевский поляк который вошел в историю мировой литературы как Джозеф Конрад он писал на английском языке или наш Владимир Набоков благодаря своему англоязычному творчеству но и в случае Владимира Набокова мы имеем как раз проблему авторизованного перевода когда сам автор в силу этих закономерностей которые я отметил переводит свои произведения он в равной степени знает свой национальный язык язык титульной нации или государственный язык он начинает сам переводить себя авторизованный перевод на государственный язык или иначе говоря язык титульной нации отнюдь не новое явление если речь о России мы вспомним всемирную известность Гоголя украинца который изначально выбрал русский язык кстати его отец был талантливейшим комедиографом но он писал на украинском языке и имел только местную ограниченную не просто известную популярность видимо Николай Васильевич исходя из опыта своего отца выбрал русский язык как язык своего творчества стал великим русским писателем и писателем европейски известным ну а наши примеры Чуваш Геннадий Айге Кингис Чингис Атматов Абхазец Фазиль Искандер Белорус Василь Быков они снискали европейскую известность благодаря переводам с русского их авторизованных переводов и это очень важный момент в истории перевода и двуязычие двуязычие авторов я бы сказал двукультурности потому что благодаря этим авторам мы получаем возможность как бы изнутри осознать другую культуру другой психологии другое мышление художественное мышление своих соотечественников в данном случае перечисленные мною писатели не не русские так что вот это вот это культурно-филологическое единство культурно-филологическое единство является предпосылкой для в искусстве перевода для такого перевоплощения оригинала в дубликат условно говоря в дубликат но аналог может лучше сказать аналог произведения на другом языке и лучше всего это конечно в произведениях писателей больших писателей обладающих двуязычием да хорошо я заканчиваю и в связи с этим еще один аспект проблема непереводимости скажем первый лауреат славянский лауреат Нобелевской премии славянский лауреат кто поляк Генрих Сенкевич всемирную известность он обрел благодаря как вавадис в русском переводе кама градеша перевод адекватный на старо на церковнославянский язык это не самое талантливое произведение Сенкевича но Нобелевская премия массовая популярность и адекватные переводы то есть определенная эквивалентность почему культурный код вот это общий христианский культурный код связанный с самой тематикой вавадис а вот проблема его художественном отношении лучших произведений это не мое субъективное мнение с точки зрения того что мы называем художественную оригинальность это его трилогия появилась еще в царские времена у нас огнем и мучем потом пан Володаевский кстати огнем и мучем у нас при советской власти вдруг долгое время не переводилось из-за позиции официальных украинских властей но потом где-то к концу не помню в 80-х годах или в конце 70-х все-таки наконец вышло и советское издание огнем и мучем Сенкевич воспроизводя вот это характерное событие историческое имеющее колоссальное значение для польской истории обратился к 17 веку это действие периода так называемой сарматской культуры нет времени видите мне объяснять что это такое это культура средней шляхты отражающая характерные особенности вот этого среднего или низко образованного сословия со своим языком своими обучиями своей культурной спецификой отражающей отличающейся от высокой культуры от высокой аристократической культуры чтобы это адекватно отобразить не только с точки зрения событий ности а с точки зрения литературности Сенкевич изучил язык древних рукописей 17 века как художественная литература потому что сарматская барокко так называют она отразила и художественное мышление этой шляхты более того представители этой шляхты выступали в качестве авторов но сам стиль а стиль это человек помните выражение бюхана 18 века он впитал в себя вот этот специфический стиль деловой литературы и художественной литературы и создал некий стилизованный вариант своего повествования но этот вариант неотрывно связан не только с событиями но с психологией героев с их мироощущения с их личными отношениями можно это перевести на другие языки в том числе русские есть русские переводы но они очень далеки от оригинала перевод невозможен потому что тут должен был быть адекватный перевод то есть аналогичные явления в русской культуре у нас не было аналога поэтому перевод на язык вот этого русского аналога невозможен поэтому его переводы как на русский так и на другие языки вот этих лучших его произведений адекватно невозможен еще один пример я сокращаюсь это уже современная литература необычная популярность блока в польской литературе тут же сразу же после появления двенадцати я имею двенадцать двенадцать это девятнадцатый год или восемнадцатый да восемнадцатый в восемнадцатом году появляется эта поэма пример адекватной непереводимости в межвоенной польши уже в девятнадцатом году появляется первый перевод два года спустя второй перевод в следующем году третий всего до начала второй мировой войны публикуется семь переводов на польский язык один на белорусский двадцать шестом году часть белоруссии западной белоруссии в составе польши до тридцать девятого года да и один наидиш и в многочисленных отвликах литературной критики все сходились во мнении что все эти переводы были лишены художественно смыслового звучания я тут приведу только констатацию известного литературоведа и литературного критика до иного периода кароля Виктора Заводжиньского язык двенадцати до такой степени связан с неведомым в Польше сугубо российским уникальным культурно-историческим феноменом что мы вынуждены считать эту поэму непереводимым это апропо вот это моего утверждения что есть произведения непереводимые если мы стремимся к адекватному их обращению на этом я вынужден прорвать свой длительный доклад и если у вас есть тут я не вижу представителей хозяев мы можем выслушать вопросы можно да пожалуйста я готов галаноним я вам советую наш институт в свое время выпустил трехтомник истории литератур западных и южных славян три тома он наверняка есть во всех серьезных библиотеках может быть даже в этой библиотеке должен быть хотя этот славянский культурный центр возник совсем недавно но я не исключаю что это первый том он может быть там вы все это прочтет это интереснейший памятник это я говорил это конец 17 начало 18 века точные даты не установлены потому что все это в рукописи если я читал в украинском варианте пожалуйста мне трудно сказать я просто над этим не задумывался но я обращусь к вчерашнему чтению Дороты Масловской тот кто его перевел под потолок уровня я не представлял Савидороту Масловской на русском языке то есть оказывается возможно и такое то есть ваше утверждение вы сам в данном случае это не переводимы нет почему я говорю определенные произведения не переводимы это не все определенные я сказал почему был переводим Сенкевич Камо Градиши и почему не переводим он переведен но он не переводим если речь об адекватности аналоге он не переведен не переводим как автор исторических романов трудно сказать я должен был бы задуматься я не хочу вот так сразу я должен был бы задуматься не знаю но вот то что я вчера услышал был внутренне убежден но невозможно Масловская на русском оказывается возможно все зависит это еще вот подтверждение моего тезиса от личности переводчика его культуры а не просто хорошем знании языка его здесь нет да переводчика нет может быть ему передадут великолепный перевод больше нет вопросов ну вы мне льстите оказывается я могу говорить так доступно о достаточно сложных вещах благодарю вас за внимание спасибо за субтитры Алексею Дубровскому спасибо за внимание спасибо за субтитры Алексею Дубровскому спасибо за субтитры Алексею Дубровскому